Дорогие друзья, всем привет! Я продолжаю свою серию видеообзоров, посвященную грейду моего ружья Армсена А612. В предыдущей части я рассказал вам о том, как устанавливать планку вивера на ствольную коробку ружья и для чего это требуется. В этой части предлагаю подробнее пообщаться о коллиматорных прицелах. И для начала давайте вкратце поясню, что же такое коллиматорный прицел и для чего он служит. Коллиматорный прицел или проще говоря коллиматор увеличивает в несколько раз точность попадания и скорость наведения оружия на цель. С помощью коллиматорного прицела стрелок имеет возможность целиться двумя глазами, совмещая цель с красной прицельной маркой коллиматора. Кроме того, коллиматор обеспечивает точность попадания в условиях недостаточной видимости сумерков. Лично для меня коллиматорный прицел необходим, так как у меня есть небольшие, но проблемы со зрением. Скажем, на правый глаз я вижу чуть хуже, чем на левый. У меня диоптрия 0,5, а на левый 0,25. И что происходит при прищуривании и прицеливании по мушке? У меня на правый глаз идет некий раскопус. То есть цель я вижу не совсем точно. Однако же, аккомодация, так называемая, при наблюдении какого-либо объекта и сосредоточении взгляда на цели двумя глазами, у меня очень хорошая. То есть оба глаза компенсируют друг друга, я вижу все четко и резко. Коллиматорный прицел лично для меня был необходим и позволил во многом решить проблему с недостаточно четким зрением. А сейчас давайте поговорим о типах коллиматорных прицелов, какие они бывают. Коллиматорные прицелы бывают двух типов, открытого и закрытого. Давайте вкратце посмотрим на оба типа коллиматорных прицелов. В данном случае мы с вами видим коллиматорный прицел закрытого типа. Вот их несколько вариантов я привел, для того, чтобы это наглядно было понятно. Коллиматорные прицелы закрытого типа, как мы с вами понимаем, защищают окулярчик и окошко проецирования прицельной метки от воздействия внешней среды. Ну, скажем, дождя или снега. В этом плане есть определенные плюсы. Вот здесь вы видите коллиматоры открытого типа, распространенные модели, так скажем, на рынке. Плюсы коллиматорных прицелов это панорамное видение, так скажем. И вот здесь я бы хотел заострить ваше внимание на выборе типа коллиматорного прицела. Вот лично для себя я все-таки пришел к выбору коллиматора открытого типа. Поясню почему. Помимо охоты на, так скажем, копытных и пушнину, неважно, я еще все-таки планирую охотиться по перу, то есть на птицу. И вот я лично считаю, что открытый коллиматор позволяет захватить больше пространства, то есть и стрельба по летящей мишени будет эффективнее, нежели с коллиматорным прицелом закрытого типа. Хотя многие продавцы и утверждают, что никакой разницы нету, вы можете так же и с закрытым коллиматором, пожалуйста, стрелять, охотиться по перу. Ну, это лично, давайте так скажем, мое субъективное мнение, что с открытым прицелом это более эффективно. Ну и сейчас, друзья, я предлагаю вам посмотреть более детально на коллиматорный прицел, выбранный мной, под мои задачи, под мое ружье. Итак, перед вами коробка с коллиматором от японского производителя, компании HAKU. Модель коллиматорного прицела BIT35. Вот здесь на маркировке это видно. Значит, сразу скажу, что существует точно такой же прицел, коллиматорный прицел, компании Tokyo Scope. Модель называется TS-35. Они ровным счетом ничем не отличаются. То есть, как я понял, в итоге, компания HAKU и компания Tokyo Scope, это, в общем-то, один и тот же завод. Цена двух этих прицелов также идентична. Отличий никаких, еще раз повторю. Поэтому, вот, выбирать либо HAKU, либо Tokyo Scope, тут совершенно без разницы, так как это один и тот же прицел. Единственное, что хочу сказать от себя, что вот именно HAKU является родоначальником, так сказать, производства коллиматоров этой модели. И давайте буквально вкратце я вам расскажу о особенностях этого коллиматорного прицела, так как лучше, чем ребята из компании wallamo.ru, собственно, где я и приобретал этот прицел. Это официальный, так сказать, дистрибутор этих прицелов. Так вот, на ютубе они очень грамотно и подробно рассказали о его особенностях, все показали, везде подключали, пощелкали. То есть, лучше, чем они, я вам рассказать о нем не смогу. Поэтому, если вы хотите более детально изучить данную модель коллиматора, перейдите, пожалуйста, по ссылке ниже. Значит, ребята вам все подробно расскажут. Ну, также у них представлены и различные другие модели в их видеообзорах. Итак, коллиматор HAKA BIT-35. Корпус выполнен из алюминиевой стали. Сам производитель заявляет пожизненную гарантию на данный вид прицелов. Значит, это говорит лишь о том, что качество и надежность его действительно очень велика. Без проблем заявлено, что подходит на все оружия 12-го калибра, выдерживает стрельбу как пулей, так и дробью. Качество и надежность говорят сами за себя, так как пожизненная гарантия. Пробежимся по его особенностям. Значит, вот, как видно, окошко прицельное. Здесь, вот, внизу экранчик, значит, с которого проецируется прицельная марка на окошко. И с этой стороны вот ее будет видно. А, значит, ну, а с этой внешней, соответственно, никто ее не увидит. Данная модель коллиматора позволяет переключать 4 варианта прицельной марки. Вот этим переключателем здесь видно, значит, и 4 варианта. Это крест, перекрестие, точнее, точка, круг с точкой и перекрестие с кругом и точкой. Ну, вот, говорят, что, допустим, круг с точкой, он эффективен при стрельбе на ту же птицу, на летящую мишень в упреждение. Но, однако, я вот выбрал для себя именно точку и стреляю, то есть, постоянно этой точкой. Ну, вот, наверх вот эта крышечка, я ее сейчас откручивать не буду, но, в принципе, это понятно. Там внутри под крышечкой с фирменным логотипом Хака батареечка. Батарейка, ну, давайте все-таки откручу, чтобы вот наглядно показать, что там за батарейка установлена. Значит, ее, она шла в комплекте, их даже две было в комплекте. Ну, вот такая вот батарейка, надеюсь, вот видно. Данная батарейка, ну, в любом, фактически, там, часовом магазине продается. Без проблем можно приобрести. Регулировка яркости производится путем вращения вот этого диска от единицы до семерки. Как по часовой стрелке вращать, если по часовой это единица яркости, то есть, ну, самая слабенькая яркость, либо против часовой стрелки, это вот семерка. Значит, я на практике вам скажу так, что при довольно плохой освещенности, либо это сумрак, да, лучше всего ставить вот единицу. Прицельная марка в данном случае тогда она довольно яркая, и то есть, ну, не знаю, сейчас видно нет, ассистента у меня нету, ребята, поэтому уж извините, как вот, Пал, получается. Единица, когда сумрак, да, это мы с вами поняли. И при очень там ясной погоде светит солнце, ну, либо даже снег, и пусть там пасмурно, мы ставим вот семерку, либо там шестерка, семерка, это уже на практике я убедился, самая оптимальная его яркость. То есть, фактически, вот мы стоим с вами на охоте, либо там где-то в загоне, либо мы ждем там подлетающую птицу, и вот, значит, он у нас, чтобы экономия была в батарейке, вот мы все-таки его в выключенном состоянии держим на нуле, и примерно понимаем, да, что если уже там стемнело, то мы делаем, допустим, два вот этих клика и ставим там на двойку, да, то есть, мы уже уточку будем видеть, ну, и, соответственно, прицельную марку мы будем также хорошо видеть, цель и прицельную марку. Либо там, если яркая погода, это два клика, семь шесть. Это фактически вот секунда-полторы, то есть, все можно быстро сделать, и никуда от вас дичи не денется, не убежит там за это время. То есть, это все делается оперативно и быстро. Единственное, что вот, также я вам хочу сказать, один из минусов коллиматорных прицелов открытого типа, то, что когда идет сильный дождь или там снег, нужно стараться, чтобы вот это вот окошко, проекционное окошко, было закрыто. То есть, ну, я его в данном случае просто закрываю варежкой или перчаткой рукой, значит, чтобы туда не попадали капли, либо снег. Иначе вот эта сама прицельная марка вот на этом окошечке, экранчике, она у вас будет размыта. Да, еще раз скажу, что все, пожалуйста, подробности по ссылке ниже на AllAmo, там о нем рассказано очень подробно. И, значит, единственное, что я хочу добавить, что вот это крепление, которое вот здесь вот штатное идет крепление, значит, оно ставится на планку вивер, о которой я вам рассказал в предыдущей части. То есть, без проблем подходит. Ну, наверное, по нему все пробежались, да, добавлю, что вот здесь вот, вот это АП, а здесь Р, это регулировочные винты, так сказать, пристрелочные для пристрелки, для ввода поправок. И об этом давайте я расскажу подробнее. Мы с вами отправляемся на пристрелку этого коллиматора в стрелковый тир. Мы с вами находимся в пристрелочном тире. А, значит, сейчас производилась пристрелка коллиматорного прицела. Модель Хака Бит-35 открытого типа. Вот две мишени. Первая мишень – это пристрелочная мишень. То есть, вот, не смотрим сюда, это последние выстрелы. Смотрим вот сюда вот. Первые пристрелочные пошли вот так вот. То есть, видно, да, разброс какой. По три выстрела пристрелочных, чтобы понять, как она летит. Далее ввели поправки, и вот она пошла кучность. То есть, вот сразу видно, ну, фактически десятка. И здесь практически один в один попадание. Дальше уже началась стрельба здесь. Первые по этой мишени. Это совсем вниз ушла. А дальше просто еще одну поправку взял вот налево сюда, левее. Там, я не знаю, это два щелчка я, по-моему, делал. И отсюда тоже два щелчка. И вот они уже пошли. Попадание практически один в один. Вот это две пули здесь. Тоже две пули. А вот здесь последние. Ну, так сказать, я снял коллиматор и обратно его прикрутил, поставил. Ну, чтобы понимать, да, что при съемке коллиматора и установке обратно пуля все равно как бы полетит туда, куда нужно. И вот последние две пули вошли сюда. Да, соответственно, можно сказать, что пристрелка удачная. Значит, да, я стрелял пулей Гуаланди. Новая стальная пуля Гуаланди 12-го калибра 12-70, это подкалиберная пуля. Значит, вот для Гуаланди вообще могу сказать, что кучность у нее превосходная. Обычно для таких пуль разброс это где-то вот с ладонь. Здесь же показатели очень хорошие. Говорит о том, что пуля довольно качественная. Отстрелял вот эти вот две коробки. Вот так это дело выглядит. Вот такая коробка. Пуля сама по себе не дешевая. 10 штук я брал в районе 1300 рублей. Это дело все стоит. Но я вам скажу, она того стоит. Можно сказать, что пристрелка удалась. Все это дело работает. Да, значит, еще раз скажу, что пристрелка велась на 50 метров. И сейчас, друзья, предлагаю вам посмотреть на небольшой фотоотчет, который я сделал специально для того, чтобы посмотреть, как этот коллиматор выглядит на моем ружье. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова